Знаете, когда я вот про биополя, вот эти чакры, когда рассказывал 13-14 лет назад, все говорили, ты ебанутый ты. Сегодня, слава богу, все понимают уже, да? Есть трансовое поле, то есть биополя, это вот эти вот аура твоя, она бывает от 0,5 метра до 50-150 метров. Это в зависимости от того, насколько человек сильный или энергетически раскачан. Вообще, на самом деле, вот здесь вообще нету как бы предела вот этого разгона. Почему? Потому что можно подсоединяться с любой точки мира к любому человеку. Это любая мама знает, когда отправляют там ребенка куда-то, она прям в унисон сердца стучат, да? Поэтому, то есть это то, насколько зависит от того, насколько тебе надо. Люди, которые работают с людьми, терапевты, парикмахеры, массажисты, эти реперсионисты, вот эти вот, кто принимает людей большое количество за день, у кого много контактов, трансовое поле, оно само поестественным образом начинает расти. То, что касаемо Райха, Райх просто он, ну, у него огромное количество консультаций, у него уже поле было плотное. Почему вот ПФРщики, эти хеллингерщики, там они всех учат, но результаты там из 100 человек у одного может быть получилось, да? То есть устойчивых результатов не могут передать, потому что нужно накачать трансовое поле свое. Трансовое поле не накачивается на халяву, ну, то есть, ну, не бывает, чтобы у тебя раз, и у тебя там трансовое поле огромное. Единственное, что можно сделать, можно чужими энергетическими полями, это трансовое поле уплотнить или усилить. Для этого есть энергетические практики, там, если кто-то знает, то они там Рейхи, Космоэнергетика, потом Аксесс Барс недавно появился, да? Потом этот, как непонятно, что, ну, в общем. Но это экологично подключение к этим большим? Экологично, сейчас поговорим. Аксесс Барс и вот этот, тета-хиллинг. Короче, кто в этой, в теме развития там уже давно, это слова, которые уже оскомину набили всем. Космоэнергетика уже не то, что там набила на оскомину, они уже забыли ее все. И сейчас она опять, когда говоришь, ну, что такое? То есть, оно стало опять интересно. Единственное, вот Рейхи, это китайцы, да, это туда-куда-то. Тета-хиллинг, это европейская боли, а тут откуда-то вылезла. Аксесс Барс, если честно говоря, из Америки, в Америке, бля, никто не знает, хрен его знает. Я ездил, вообще никто не понимает, что это такое. Чего ей? Космоэнергетика. Космоэнергетика, это советская, короче, тема вот эта. Я не знаю, насколько правда, был такой Петров, он жил в Ташкенте. Там какой-то огромный, самый большой завод в Союзе, и там никто не болел. Он их там, короче, он был там врачом, и он их там лечил. Частотами, энергетикой. После развала Советского Союза он переехал в Москву и начал вот эту космоэнергетику потихоньку продвигать. То есть это началось с Ташкента все. Сначала он там это все нашел, потом переехал в Москву, потом стал приезжать в Алмату, там в Астане даже был. И у меня мост так устроен, я же, я на слово не верю, да, то есть мне надо подтверждение там эмпирическое какое-то. Я нашел организатора его в Алмате, нашел организатора его в Астане. В Алмате у него два организатора было, и они про него какие-то чудеса рассказывают, очень странные, очень непонятные вещи, честно, если. То есть он чуть ли не там в пространстве не растворялся, заходи. Там рак груди, там за два сеанса лечил, то есть там какие-то вот очень непонятные вещи такие. И он сейчас? Ну, нет уже. Это космоэнергетики? Это он, основатель космоэнергетики. Кому интересно про вот эти, про это все, зайдите в Ютубе, если сил хватит, посмотрите. Три с половиной часа лекция у него есть, непонятно ничего. Непонятно? Ну, вот я три раза смотрел, прям старался мозг этот, человек, который непосвященный, вы вообще ничего не поймете. Там, это вот первые слова кто, и потом уже там внизу, там еще там есть миллион слов, которые надо понимать, что тебе объясняли, что это такое, вот это что такое. Там вот эти, частота вот такая, она делает вот так, с ней работает вот так. То есть, он прям объясняет, как с ними работать, да. Он такой, как профессор Перебреженский, вы посмотрите, там, с бородочкой, с усиками, у него чучка такой. А учеников? Есть. Есть, да? Есть. Вот. В оконцовке Шершелья Фам убила его баба. Потому что нихеря на переправах коней менять, да, он, то есть, он там на молодухе женился, молодух его укрыл, о, это, и все, и нету. Не все могут, этот, грамотно поменять жену вовремя, поэтому где уже осел, там лучше останься. Не у всех получается, мы про это тоже поговорим. Вот. И за счет вот этих частот энергетических можно усилить трансовое поле. И ты становишься как будто суперменом сразу. То есть, тех результатов, которые ты достигаешь, там, 10-15 сессий, одна-две. То есть, и это очень сильно выбивает, ну, вот, все понимание, вот это вот, как эмпирическое, что надо долго учиться, что надо там, это, да. Здравствуйте. У меня как-то психолог, она, она когда увидела, что я делаю расстановки, она говорит, я учился. Я говорю, я не учился, я посмотрел, пошел, сделал. И она вот так, а я четыре года училась. Я говорю, я не знаю, меня как научили, я пошел, ну, как бы. А меня учили легко, там, вот это сделал, вот так, то есть, мне очень легко передало. Почему учиться долго? Потому что через академические знания ты получаешь образование долго. И работа с людьми – это часть работы с энергетикой, ну, как бы 80% – это работа с энергией. И поэтому, когда ты работаешь через энергию, она все понятно. Про любовницу даже через энергию все понятно сразу становится. Сейчас вам раскидаю, вообще очень сильно удивитесь. Потому что вот по-другому, ну, ты вот смотришь, смотришь, не поймешь почему. А так, ну, в общем, понятно. Вот, что еще? Райх, мы же с Райха начали. Райх, был такой психолог, он, по-моему, американец, в оконцовке его, конечно, посадили, да? Биография такая себе. Он оправдались. После смерти или когда? Короче, чувака посадили за то, что он делал аргонную камеру какую-то. Он делал ящик деревянный, обшивал его каким-то алюминием, и садился там, и вот раскачивал свое трансовое поле. Его признали шарлатаном, потому что он как-то за факин дорого продавал. Короче, его посадили за это, за шарлатанство. Райх. Но на самом деле он для психологии, он оставил прям такой, ну, вот, большой пласт знаний своих. Райх. Он, наверное, один из первых таких телесников, которые уже таких академических, которые подошли к этому всему. Он не пиздил, как я, он просто ложил руки там на живот, там, спрашивал про маму, и человек блевал. Можно и так, я сейчас тоже уже так умею, но, в общем. Ну, мы же, видите, мы же советские люди, нам надо же за сеанс все, да? Никому же не надо, там, 10 сеансов, приходи, там. А вы знаете, что средняя терапия от 3 до 5 лет, да? Да. Это охрененный психолог, если ты за 5 лет свои проблемы решила, маму, допустим. Три раза в неделю, 5 лет. Но мы хотим за раз. И они говорят, я была у психолога, мне не помогает. Сколько раз было? Один? Иди, нахуй. Узыватель бесплатный. Да, да, да. Не открывается. Вот, поэтому, потому что слова же бесплатные, ну, как бы, должны быть. Вот. И у Райфа очень много таких сессий, которые он, я так понимаю, сам не до конца, может быть, тоже понимал. Может быть, я больше чуть-чуть понимаю сейчас, может быть, я вообще заблуждаюсь, но в любом случае, я как знаю, так расскажу, да? То есть, никто не перепроверял ни там, ни здесь, поэтому... Так этот... Поэтому все, да, вариация, короче, такая большая. Если кому интересно, биографический фильм, этот доктор Фройд, это про Фрейда. Его, оказывается, Фройд, ну, как бы правильно проговаривать. Доктор Фройд. Фильм рекомендую. Почему? Потому что даже через этот фильм вы поймете, что он... Ему дали посвящение в эти... В энергетические практики, там, какие-то вот оккультные темы. И он из женщины выгонял эту херню лет пять, наверное. То, что мы сегодня сделаем за 20 минут. Там тоже руки вот так выворачивает, там, у мужика. Там, он говорит, все, здесь, здесь... Короче. Вот доктор Фройд, чтобы вы не подумали, что я там сам все это придумал, это уже было давным-давно. Выключай. Кого там? Это то, что вот потихоньку, потихоньку, как этот... Шло развитие, и психология в какой-то момент она получила огромный такой вот... Это-то, отцы основателей, там, потом Юнг, там, все вот эти идут. И тогда, я не знаю, почему они в это все влезли, но, в общем-то, тогда это все раскрылось. Потом уже все дошлифовывалось, дорабатывалось, и все. И дошли мы до сегодняшнего дня. Потом в какой-то момент психология стала бизнесом. Да, и мы сегодня это все наблюдаем. То есть, и все, что приносит бизнес, не должно... Там есть такая штука, клиент должен вернуться. Да? А в психологии, чтобы клиента вернуть, вообще, фу, блин. Ну, все, подсадил, и он ходит, ходит. То есть, такое. И поэтому, отчасти, наверное, я не думаю, что я сам такой, как бы, этот гениальный, но в Америке, когда я поехал, у меня один клиент был, он, у него были панические атаки на фоне публичных выступлений. Он, когда вот так аудиторию видел, у него пот вот так льется, он уходил в туалет, умывался, приходил нормально. Но каждый раз, когда много народу, он потел. Две сессии прошло. Он говорит, я 7 лет хожу по психиатрам, по психологам, мне помогает. Он таблетки пил, что только не делал. То есть, и человек, который не испытывал никогда панических атак, он не поймет никогда, что это за херня. Человек, который не почувствует на себе вот эти энергетические, как бы, блокировку тела, ты никогда в жизни не поверишь, что эта хрень бывает. Вот ты просто не поверишь, потому что это какая-то же неведомая херня. Потому что ты, все думают, знаете, ко мне звонят, иногда помогите, у меня сын шизофреник, или еще что-нибудь. Они думают, что ко мне приходят шизофреники иногда. Потому что видео показывают, вот такие все, да? Я говорю, это же нормальные они приходят. В смысле? Да, это они приходят, как бы, это нормальные люди, это здоровые люди. Просто когда вот эти блокировки, их вот так все корежат. Поэтому, вот, если спускаться вот уже там с научной какой-то базы, я сейчас это вам накидываю, чтобы просто, ну вот, еще у нас мужики, из-за этого немножко, чуть больше такое надо, немножко твердого накидать, чтобы не думали. И ссылок надо на этих, ну, на крутых надо ссылаться. Поэтому, вот, если теперь с уровня вот этого академического куда-то погрузиться в средневековье, там, на уровень баба-гадалок, или что-то туда, магия, порча, привороты, вся херня это есть. Единственное, чтобы людей не пугать, я вот так говорю, энергоинформационное воздействие на биополе человека. Я хрен его знает, я сам придумал, где-то прочитал, я уже не помню, но людям неудобно переспросить, но они ничего не поняли. На самом деле, вот энергоинформационное воздействие на биополе человека, это правда так и есть. Ты вкручиваешь деструктивный конструкт в его биополе вот сюда. И человеку просто плохо. Он болеет, там, ему там хреново, он раздражительный, агрессивный, и все. А эта фигня тут будет его долбить постоянно. У меня одна знакомая уже, я не знаю, как это, вот, клиент, который приходил больше 20 раз, это знакомый, друг или кто, это уже не понимаю я. Родственник, когда ты уже все знаешь про нее, короче, у нее, я не знаю, она как не придет, у нее 3-4 магии вытаскивал. Каждый раз, ну, в течение двух лет, вот, просто, постоянно с нее какой-то херня выходит. Это чтобы, это для тех, кто не верит в ритуалы. И она как, почему, откуда у меня, вот, ну, прям она причитает же, когда плохо ей. Я говорю, я откуда знаю, я, как бы, моя же задача вытащить, я откуда знаю, сама складываю там, откуда что. В оконцовке, она потом вспоминает, там, 14-13 лет ей, ей мальчик какой-то там к ней подкатывал, и он надарил там, я не знаю, два мешка этих плюшевых игрушек, потихоньку, там, в течение полугода, он там каждый день по игрушке дарил. Он ей надоел, она собрала эти два мешка, позвала его друга, говорит, вот, забери, ему, да, скажи, пошел нахуй, короче. Этот тип, что делает? Это же боль, ну, травма у человека, 14 лет, он там влюбил девочку, там, вот, выезжает в степь, разжигает костер, ее, блядь, матюкает, и, короче, эти все игрушки по одной жгет всю ночь. Огонь есть, игрушки, вещи, с которыми он контрактировал, есть. Все, что надо? Понятно? То есть, он может даже не специально, то есть, он же свою трагедию плакал там. И ей наплакал, короче, так, что мало не покажется. То есть, ее там корежило, знаете, там человека парализуют, ее просто вот так все. Кого парализует сегодня? Останется в гостинице. Происходит вот так, руки вот так выворачиваются. Смотрите, я объясняю не для того, чтобы запугать, чтобы вы понимали, что ты не первая или не первая. Руки вот так выворачиваются, ноги вот так туда тоже куда-то выворачиваются. И лицо вот так, ахинкали вот так вот скручиваются, губы вот так. Это минут на 15. Максимум, то есть, слушай меня, я подойду, быстро это все вытащу. То есть, яйца не сопротивляйтесь. Так не у всех. Сегодня нет задачи, чтобы ты там плакала, кричала, умирала или что-то. Если с тобой ничего сегодня не произойдет, все хорошо. Это где же там кто-то говорит, а мне, а я что? Это только женщины, знаете, там одна вот при ней обосралась, проблевалась, а он говорит, я то, что хочу. Тебе зачем сюда? Мужики говорят, знаете, как они, нахуй мне, а девчонки, мне тоже надо. Тебе зачем? Да, да. Почему-то, когда вам плохо, вам кажется, что я хорошо. Ну смотри, короче. Мужик сразу говорит, меня не трожь, нахуй, ну не подходи. Да, да. Началось. Да, да, здесь энергетика бешеная. Сейчас мы потихоньку раскачиваем. Уже все началось, поэтому... Стекло не надо, скажи, да пусть будут такие. Или они... А, ну ладно, давайте. Срочно. Ага. Вот. Так, мне тоже воды, да, я сейчас высохну вот так. А все, я взял. Ну, 20 раз она ходила, конечно. Максимальное количество сеансов было у нее. Но у меня еще был мужик один ходил, у него 16 сессий было, знаете, но там в хлам просто. Он на второй сеанс приехал с братом и говорит, если с этой квартиры через час не выйдут, труп маме отвези. Он думал, что он... Он говорит, на сессии он вот так стоит, да, у него вот этот палец вот сюда вот так. Его вот просто вот так вырву, и сюда прилип он. Потом, когда закончился, он говорит, у меня что-то палец болит. Я говорю, пошел ты на ногу. Я говорю, сделай вот так. Он вот так делал, не делается. У него судорога свело, и у него палец сюда вот так прилип. Вот так кисть вывернулась. Это... Такие вещи происходят достаточно редко. Сегодня происходит... Если вот 5 лет назад это было... Короче, в доковидное время почему-то этого было сильно больше. Сейчас это, если даже есть, выходит сильно мягче. Я не знаю, с чем это связано. Земля поменялась, мы изменились. Я не знаю, или умерли все, кто уже заколдованы были, не знаю я. Сознание, может, поменялось, потому что раньше, я же вспоминаю, вот из такой группы, ну, процентов 60 заколдованные были. И выходило как, они орали, дрались, блядь. Вот просто к этой... Если вы посмотрите, вот то, что я раньше делал в Ютубе, вот есть видеоролики, там жестко прям чересчур веду, да, себя там с людьми. Но тогда по-другому не выходило почему-то. А сейчас руку ложь, все вываливается. По медицине после ковида очень много болезней стало. Да-да, сейчас хроника вся... Эта хроника сейчас выйдет вся. Этот ковид, он же сосудистую систему всю этот ушатал. И женщины, если вы сосудистую систему плевать вы хотели, то мужики не хотели плевать на это. Мужики поэтому бегают, занимаются спортом, то есть кого это коснулось, а женщины вы не замечаете. Знаете в чем причина? Когда женщине говоришь, что с этого дня в твоей жизни секса больше нет, что она говорит, ну и хуй с ним. Мужику так скажу, он на следующий день повесится полет. Поэтому он бегает, ходит, восстанавливается. Я думаю, ты же сам под воду залез, блядь. Знаете, как страшно, блядь, туда пять метров в глубину нырять. Это вампир же? Это вампир же? И это есть советские доминклатурщики, видели? Где-то чиновники такие, к ним заходишь, они прям давят. Он вроде сидит и тебя плющит. Это модель поведения, наверное? Особенно вот эти логи. Да-да-да, они умеют. Это знаете, как делается? Ты нагнетаешь внутреннюю агрессию и не проявляешь. И просто на человека смотришь, и человек сразу такой. Это искусственно можно нарабатывать. Я вот с одной женщиной, я тоже забываю, я подруга, вот этот раз на меня встретил, я захожу агрессивно. Я же тебе говорю, вампиры, это что-то... Это вот собственность, что-то такое негативное. Так, собственно. Да-да, ко мне какая-то на тренинг такая приходила, от нее, знаете, вот она цеплялась и прям как будто иголками вот так в спину. Все чесалось, прям вот отсюда, вот все от нее чесалось. Она еще... Потом мы на какую-то встречу пришли, она всегда рядом садится. Я потом организатору говорю, убери ее нахер от меня, я не могу. А есть донорога? Да. И... Подальше, да, держаться и все. А как защищать? Да-да. Сейчас, сейчас, подождите защищать. Мы сейчас... Давайте сначала уберем, сначала какашки все. Потом защищать будем. Было бы что защищать. Сейчас, подождите. Мы с вами... Смотрите. Я вам теорию чуть накидаю по поводу защиты, потому что вопрос такой очень интересный. И по поводу вампиризма, да? Все думают, что вампиры нехорошие люди, которые... Тебя вампирят, тебя такого... Как это? Открытого человека, да? Это, как знаете, в мастер, когда играют, говорят, ну, давайте убьем человека с открытой жизненной позицией. Вот... У тебя просто открытая жизненная позиция, поэтому у тебя все вампирят. На самом деле... Вот здесь... Вот так давайте сделаем. Вот так. Вот здесь плюс. Здесь минус, да? Вот так. Допустим, там... Знаете, да, градиент вот этот? Там благодарность, любовь. Короче, вот эта вся... Лабуда вот тут вся. Любовь, благодарность. И здесь ненависть, зависть. Короче, вот здесь все негативные эмоции внизу. И когда ты находишься вот здесь, да, тебя просто все... На парковке там что-то поругалось, парковщик тебя зафигачил. На машине где-то что-то не пропустил, тебя тут зафигачили сразу. Когда ты в низких вибрациях живешь, тебя все забивают туда вниз. Туда. И у таких людей день сурка. Он не может выйти. Он не видит выхода. Он не понимает, что происходит, да? То есть... И вот дальше давит, давит, давит. И дна не будет. Пока он не окажется вот тут. Здравствуйте. Поэтому такого человека пинают все. Его все будут злиться на него, сплетничать про него все будут. Вот все будет прям просто в него. И они искренне не понимают за что. Это, знаете, есть книга вот эта из Исаи Калашникова, да? Вот этот жестокий век, где скулящие собаки дают пинка. Вот пока ты ноешь, тебе все будут пинать. И очень важно свои эмоции, себя в целом вытащить сюда, вот в позитив. Когда ты выскакиваешь сюда, жизнь начинает налаживаться. Это понятие, как, говорит, прикинулась дура и говорит, смотри, через три дня начала жизнь налаживаться. У меня есть марафон, он, этот, там есть задание, каждый день по пять минут танцевать с утра. И я танцую. Второй день. Кайф, да? Ну подожди, что будет попозже? Я не пиозно два дня. Да, видишь? То есть есть действия, которые приводят к определенным результатам. И когда ты это будешь делать сорок дней подряд, это входит в привычку. И ты постоянно в хорошем настроении. Даже уже не танцуя. Можно человека искусственно выдергивать сюда постоянно. Там выдернул, его отпустил, он через три дня опять в говно, опять тебе приходит, и ты вот его там, как Сазана вот этого, туда-сюда его дергаешь. И это, да? Это вечный клиент называется. Вот его будет туда колбасить, то есть он вечно будет тебе ходить. Вот здесь, когда ты здесь привыкаешь жить, и вот ты такой позитивный, живешь, 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 и жизнь прекрасна, и до тебя вот это все говно, которое снизу до тебя не долетает, да? Но как только ты разозлился, или что-то там, допустим, здесь прошло шесть месяцев, и все, что в течение шести месяцев снизу плевали, тебе просто нахер вот так снесет, и все. Получается нереально? Там всегда пить, да? Реально. Но сложно это. Это очень сложно постоянно здесь находиться. Ты можешь нырять сюда, если честно, не больше 16 секунд, ты можешь быть в уныне. 16 секунд? А? Я еще думаю, почему не бывает, что подавляет кахоп? И в голове. И мне так красно пристил. Не больше 16 секунд, можешь злиться, можешь там завидовать, можешь еще что-то делать. Все, что больше, вредно для здоровья. Чем больше у тебя энергетика, тем больше ты себя можешь сносить просто в хлам. Почему? Потому что я недавно попал в эту тусу, если честно, когда не готов, наверное, лучше в такие тусы не попадать. Я уже на каждом мастер-классе рассказываю. Я случайно встретил Бейбута Алибекова в Чемкенте. Попал в его тусу, куда-то там залез, короче, через Тельмана. Тельмана, знаете? Короче, он меня туда затащил, и я вот просто с ним был там, сутки, наверное, лазил с ними в их тусе, потом я с этой тусы прилетаю в Алмату, и Тельман мне звонит с Уральской, прилетай в Уральск, там будет что-то, приезжай, и опять этот Бейбут. Я посмотрел, как он работает, сколько у него мобилографов, что он делает, и я просто думаю, какой я конченный вообще. Я себя за месяц просто, знаете, у меня псориаз, короче, на двух ногах вот так здесь был. Вот просто бляшки, зуделось все. Я думаю, Игорь, ты, бля, дебил, нет, но вот, ну, и я пытался сам, короче, эту всю фигню себя вытащить, потом приехал мой учитель, я к ней пришел, она так руку ложит на меня, Игорь, прям говно, я говорю, я знаю, и она вот, вот эту, короче, с меня вот это все, и псориаз прошел, то есть буквально, ну, сутки-двое. Вообще, если у кого-то есть псориаз или любые кожные высыпания, там, заболевания какие-то с кожей, это внутренняя ненависть к себе. Любые, как бы это ни называлось там, это внутренняя ненависть к себе, и себя нужно научиться любить. То же самое же? То же самое, любое кожное вот это высыпание, как бы это ни это, это внутренняя ненависть к себе. Вообще, вот эти аллергические, вот эти высыпания, крапивницы, вот эти всякие, вещи, посмотрите, вспомните школу, где вас булили, где-то процентов 80 людей, у кого аллергия, это буллинг в школе. Да? То есть, и вот этот буллинг нужно вспомнить, и прописать его в письмах прощения, про ревец аллергия проходит. А если у ребенка прощать? Это защита? Защита не сложит, да? У ребенка, сколько лет ему? Вот это, не знаю, бородавки? Бородавки? Начинаешь. Это сначала к врачам, а потом наладите отношения с женой. Сначала отношения с супругой наладить. Смотрите, дети, они до 14 лет в нашем поле, да, то есть, они вот, вот здесь, дети, естественным образом они начинают отделяться где-то с 14 до 19 лет, то есть, они начинают от тебя отходить. в целом где-то 16-14 лет он в твоем поле, и все, что с ним происходит, заболевания какие-то, что-то с ним, это все влияние родителей. Если вы перестанете поля дербанить, то он выровняется быстро. Поэтому вот... То, что дети не слушаются, это тоже... Они никого... Когда они слушались? Они никого не слушаются. Если вы еще раз наполеете, что ребенка, чтобы его не было, я должна вырваться. Наладьте отношения с мужем. А если он ломает руки ноги, я тоже отношусь? Да. Ребенок может... Смотрите, ребенок может упасть и поцарапать ногу только из-за того, чтобы вы не ругались больше с мужем. Если будете ругаться, он ее сломает в следующий раз. А если ребенок кашляет? С женой меньше ругайся. Точно, он говорит, вы потом заметите, когда поругались, сразу ребенок болеет. Некоторые дети умирают, чтобы вы не расходились. Знаете вы это? Есть дети, которые... Вот вы разводитесь, он умирает. И вы сходитесь только на то, что он умер. Он приходит, чтобы вы не разошлись и уходит, чтобы не разошлись. Такое бывает тоже. А? Нет, это я тебе говорю, так бывает. Я про то, что вот, когда ругаешься, что... Ну, бывает и так. А? Это я вам все скину в этот чат, в общий. В общий чат, смотрите, скину общие рекомендации. Они там процентов, наверное, на 40. Это и из марафона вот так, что вот этот. Но лучше, если честно, зайдите в марафон, чтобы вместе проходить. Если там, если хотите сами, там и вот отличники есть, и можете сами делать, сделайте сами. Но я рекомендую все равно в общую какую-то динамику попадать, чтобы чуть поинтереснее было. А? Марафон как-то? Я вам все скину. Ну, не слушай. М? М? Да. А если, допустим, ну, вообще, помимо всего, если человек занимается сам, методика, допустим, с парамбушкой. Ага. Я пробовал, пытался, но... С чем? Ну, вот, обиды на родителей, там, то, как щенок, то, как волк забывало, то, как щеночек. Ой, дорогая, сейчас подожди. Сейчас мы поработаем. Смотрите, почему люди не могут просить родителей, да? Знаете? А? Почему люди не могут просить родителей, потому что они находятся вот в этой детской позиции. И чем дольше ты в ней находишься, тем тобой легче манипулировать. Ты будешь всегда ложиться под какого-то начальника, еще под кого-то. Ты будешь всегда вот играть маленькую девочку или маленького мальчика. Всегда. Это выгодно тем, что всегда за твое счастье кто-то ответственен. Знаете, как бесят мужиков девки, которые за себя не хотят отвечать? Да? Ей там уже 30, и она все равно там губки надует, ждет бабочек в животе. Из детской позиции, когда ты выходишь, ты тогда отвечаешь за свою жизнь сам, и ты получаешь колоссальную свободу и вот эту легкость находиться вот здесь. Когда ты отдаешь ключи от своей квартиры кому-то, и ты постоянно будешь переживать за то, чтобы в ней кто-то насрет, будет жить, еще кого-то запустит. Поэтому свою душу и себя лучше никому не отдавайте. То есть управляй собой сам. Потому что когда ты зависишь от одного человека, ну от кого-то там, от папы, мамы, от мужа, от жены, от правительства, от кого-то, да, ты постоянно будешь перекладывать туда ответственность и будешь дать от них чего-то, чтобы они для тебя сделали. А никто не сделает. Финансово? Хоть как. Хоть финансово, хоть морально, хоть как. Финансово, тем более, ну надо на себя все переписывать. Знаете, да, жены так разводятся, она потихоньку на маму все переписывает. Готовится она. Лет пять готовится, потом в один день раз и нет. Ну, давай, что говорится. Или косо. То есть не левая, а правая сторона ниже, чем левая. Правая сторона ниже, это с папой. Вопросы. Вообще, если мы делим человека пополам, вот так. Правая сторона, это все, что отвечает за твои взаимодействия с мужчинами и с бизнесом. Левая сторона все отвечает за твои взаимодействия с женщинами и коммуникативными навыками. Если ты женщина, то это как бы не гармония с собой. Правая сторона, если у мужчины, это не гармония с собой, как с мужчиной, когда не договариваешься, тогда это. И высокая ответственность вообще вот так. Опять же, чиновники, они же вот такие все ходят. Поэтому высокая мужская ответственность там, у кого там заводы, пароходы, у кого там они вот такие все. Чуть-чуть правое плечо ниже, чем левое. Женщины, когда такие, это опасно уже. Это начальники какие-нибудь, они еще стоят, когда дышат, они вот так стоят. У них указательные пальцы вот так. Это так, когда она пришла, так дышит, вот так. Я говорю, ты что начальница, откуда ты знаешь? Поэтому это. Но для женщины руководящая должность не больше трех часов в сутки. Не больше. То есть вы воевать долго не умеете, ну, как это, у вас не получается без ущерба для собственного здоровья. Ну, ты должна подворовывать тогда. Ты должна своего мужика, который рядом захуярить, чтобы пойти на работе выебываться. Ну, ты же не можешь сама создать мужскую энергию. Ты где-то должна взять. Чтобы взять, ты должна кого-то схавать. А это тот, кто рядом. Я всегда пересказываю эту сказочку, не сказочку, знаете, у меня в Фейсбуке там одна писательница есть. Я не знаю, где этот рассказ. Я вот его... Уже началось, да? Говорит, бывает, пишут люди красиво, да? Иду, Алмата, солнце, там вот этот лучики солнца сквозь кроны деревь, что-то играют на нее, там что-то лучики и то хуй, короче. Я, говорит, смотрю, богомолы ебутся. В кустах. И она, я, говорит, же знаю, чем закончится. Я, говорит, жду. Да. И она пишет, когда он кончил, бля, я вообще не знаю, как она отличила, кто где мужик. Я, говорит, его украла. Богомола, жалко. она вот так, говорит, сделала. Никого нету, говорит, и сама себе нахуй голову свернула. Бабоньки, говорит, сама себе. Вот. Да. Вот зачем нужен мужчина, понимаешь? То есть, когда никого рядом нету, ты будешь хавать сама себе мозг. Это, это отчасти, ну, такая штука. Мужики, они молча умирают в депрессии, они никому не жалуются, они вот просто исчезают, и их не видно. Женщина в депрессии, она начинает искать, она начинает истерить, то есть, и по... И у женщины, знаете, еще что? У вас очень много вы врете. Ужасно просто. И вы даже придумываете какие-то слова, которых не было до этого. Это неосознанность. Да, да, каких вы только слов не придумываете, лишь бы я не проститутка была, знаете, это... По мужику нет, это чуть по-другому, подождите. Может, то, что мы вам в уши влили, что не скажешь, лишь бы не трахнуть, знаешь? В первый раз видишь, я тебя люблю, дай только, блядь. Давайте я вам сейчас потихоньку. Андрей, оплату собери, потихоньку вы не вставайте, ладно, подойдешь, соберешь что-то. Я потихоньку буду рассказывать, вы не сильно не отвлекаетесь, ладно? Что потом... Посмотри. Давайте. Есть теория контуров. Эта теория контуров очень хорошо ложится на книжку «Материнская любовь». Самое интересное, что эти теории раскидывал, раскидывал, мне кажется, Некрасов ее включил в книгу. Она есть, я видел у него. То есть я до этого читал, ее не было, как будто. А может была, не знаю. Но факт, что я у него заметил после того, когда я начал рассказывать. Вот. не суетитесь, он потихоньку подойдет, отметит. Расслабьтесь. Потихоньку сюда лучше внимания, а он сам сделает. Давайте так. Я вам вот эту материнскую любовь перескажу так быстро и так понятно, чтобы вы понимали, кто где находится. Потому что основная проблема всех людей это в том, что мы путаем роли свои. Я здесь мама, тут не мама, тут папа, тут не папа. И, короче, начинается. Ребенок там, ребенок здесь. Некоторые женщины путают вообще сына с мужем. Очень часто, да? И потом муж не нужен, умер на 20 лет раньше, короче, и развелась, не заметила. Человек в контурах. Чуть-чуть, как будто душно, да, сейчас я. Да. Так, нет, здесь 16 стоит. Максимум, да, все? Сейчас в окошке приоткроем, папа. Короче, теория контуров. Когда ребенок рождается, короче, давайте вот так. Начнем с мужчин. Вот он я. Короче, вот. Вот так. Папа, мама. И вот здесь ребенок. вот первый контур для ребенка – это его родители. То есть, ты когда родился, ты не понимаешь там, кто ты, но ты точно понимаешь, что мой папа и мама – это я. Да, самые близкие люди. Второй контур – это родственники. Там родные, братья, сестры тоже здесь. Вот тут. Тети, бабушки, дедушки – все вот здесь. все полторы тысячи человек – вот тут. На той ходят все вот здесь. Раз, два, три. Третий контур – это друзья. Это однокурсники, одноклассники, коллеги – все вот тут. А, однокурсники, одноклассники – здесь. Следующий контур. Четвертый – это вот коллеги. Коллеги. Пятый контур. Это «соседи». В кавычках. Это люди, с которыми вы каждый день здороваетесь, но вы не знаете, кто он вообще. Иногда даже имя не знаете. Это вот Бористо, это вот Open Space, когда ты хочешь всем привет, там привет. И, короче, кто такие вообще непонятно. И шестой контур. Это люди, которых с нами уже нет, это умершие. Как умершие написать лучше. И теперь смотрите, для ума, да, чем ближе контур, тем он менее ценен, чем тот, который дальше. То есть, живой папа, он не так ценен, как умерший дедушка. Потому что папа не понимает, а дед бы точно понял. Вот из этой же теории самый идеальный муж это муж, которого уже не стало. Тогда он с каждым годом лучше становится. Я вот наблюдаю за своими тетками, вот пока не умер, хуесосят, блин. Как умер, с каждым годом на кладбище ходит, он все лучше и лучше становится, думаешь, что произошло вообще? Человеку, человеческому уму свойственно так, чтобы докручивать вот эти мифы и легенды о ушедшем человеке и как его тебе не хватало. Для меня лично вот в терапии, когда приходит мужчина или женщина, где отца не было, намного проще, чем когда отец живой пиздит и пьет. Потому что вот этот придуманный папа, он идеальный, да, в голове. Его не надо много прорабатывать, он просто умер и как бы с ним там этот. А тот, который тебя постоянно триггерит, бьет и бухает, это уже чуть другое. Теперь родственников мы ценим больше, чем папу с мамой. Да, то есть, когда родственники приходят, мы квартиру убираем и такие вот ходим. Да? Перед друзьями мы тоже еще лучше, чем перед родственниками. Перед коллегами мы самые профессиональные люди. Перед соседними мы вообще никогда не плюемся и мусор мы выкидываем всегда сами. Да? То есть, и про умерших мы только хорошим. Да? И вот эта вот система, она такая уравновешенная сейчас здесь, но вот эта система как этот, теряет равновесие, знаете, когда появляется еще третья сторона. Во-первых, естественный процесс ухода мальчика из семьи это 14, так это 12, 12, 19 лет. Потому что если в этот период мама его не отпустит, тогда он выйдет от нее в 45. и очень часто у нас из-за того, что женщины ко мне постоянно ходят очень много вот короче, многодетная семья в смысле как уйдет? Сейчас, 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 подожди. Физически уйдет. Он мужик, вот смотрите, женщина всегда говорит, мужик так или иначе от тебя уйдет. Он умрет, блядь, свалит. Если ты, короче, дослушайте, сейчас пятеро детей, допустим, там пять сыновей, да? Образно. мама, чаще мама выбирает самого ответственного или самого сильного и чаще всего это старший. Он должен всем. Он должен их в школу водить, кормить, одевать, обувать, потом женить, потом племянники пойдут. И вот это, бесконечно он туда должен. все. Тут жена единственная, которая здесь, она не понимает вообще, что происходит. Вроде муж ее, а все деньги туда, куда-то уходят. И она, зачем ты им отдаешь, там, и мама твоя, нафиг она нам нужна, говорит она. Он говорит, пошла ты нафиг, ты мне не семья, мне вот маме надо, короче, и все. И вот он, вот так живет. И весь приоритет он отдает туда. Вот это, примерно 45-55 лет, чаще всего, люди умирают. Инсульт, инфаркт, вот, короче, до свидания, вот это. Вот эти. Вот этот младший, чаще всего, его красным, наверное, сделает, тот человек, который всем жизнь испортит. Вот этот. Да? Дирке. Да? Вот, вот этот в 45-55. Он еще не нашел себя, блядь. Чем заниматься, хер узнает, там, как бы. Короче, кто не замужем, берите вот этих. Иногда, иногда будете скидываться ему на квартиру или на машину, когда он ее разобьет. Понятно, этот рано уйдет, и ты с голой жопой останешься. А у этого вообще ничего не будет, он постоянно будет, ну, как бы, он будет на твоем гробу танцевать. Вот этот. Если один снял. Это вообще без шансов тогда. Как без шанс? Если единственный сын, и нету, еще, если она еще, тесть ушел, если еще, ну, в смысле, этот муж, мужа у нее нету, это вообще шансов нету. Он все в одном лице, вот этот и вот этот одновременно, и от мамы он уйдет только тогда, когда она умрет. это вообще шансов нету. Дыши. У тебя что-то, зрачи расширились. Ты, 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 пытаешься там с мамой конкурировать, ты всегда будешь проигрывать. Ты всегда проиграешь. Ой, дорогая, подожди, подожди, сейчас женится, потом посмотришь, как ты его. Теперь смотрите, остается вот, короче, сепарация произошла, допустим, 19 лет. Я, знаете, всем говорю, выкидывайте детей от себя подальше. Короче, я дочку отправила 17 лет ее, короче, учиться, бля, я полгода ревел, мне просто все сердце обрывалось, это вообще невозможно. Как сможет, да? И она сейчас прилетает, короче, вот на следующей неделе, там 20 какого-то там, 8-го, 29-го, я прям жду, когда она вернется. Очень болезненно отрывать от себя ребенка. Очень тяжело и болезненно, но это нужно пережить, потому что это только твой собственный эгоизм удержит ребенка с тобой. Но знаете, когда ты его удержал здесь у себя, потом вы друг друга будете ненавидеть, когда ей будет или ему 25-30 лет, когда он на твоей шее до сих пор. И каково мое было удивление, что она не знает, что делать с тараканом. Она мне звонит и говорит, папа, у меня в ванной таракан, что делать? Я говорю, возьми тапок и ебни. Она говорит, примитивно, но эффективно. Поэтому когда ты остаешься один, вот здесь у мальчика, у девочки одинаково. То есть где-то в 12-16 лет начинается вот это отделение, у них появляются секреты. Мама всегда думает, что он изменился или она изменилась, ничего не рассказывает. А это сепарация просто. Не нужно потихоньку отпускать. То есть поводок надо делать длиннейший потихоньку. И теперь смотрите, представь, у тебя были родители, и их не стало как будто внутри. Ты теперь понимаешь, это же первое проявление гордыни. Но второе на самом деле. Сначала гипер, как это, гипер, это там сколько, 5-6 лет, когда вот все мне, вот это вот у них, да? Потом это проходит и вот опять вот 16 лет, Теперь смотрите, теперь здесь появляется девочка. Тоже подросток, которая вот тоже одинокая, и она тоже сепарировалась, допустим, от родителей. И когда они дружат, у него ощущение, и у нее ощущение, что такой любви больше никогда не будет. Мы склеиваемся, просто вот диффузия, да, такая? Мы же потом вспоминаем годами еще, я не знаю, женщины вспоминаете вы, нет? Да, да, да. Мужики, знаете, как вспоминают? Ну, я вспоминаю, я не знаю, там мужики вспоминать, нет, но... И я вспоминаю, потому что это ощущение вот такой, как будто родни, прям какой-то непонятный. Потом до встречи одноклассника придешь, думаешь, блядь, нормально. Вот. Когда она потом бросает его, то есть вот кто-то же рвет эту инициативу, чаще в этом возрасте рвут девчонки почему-то, ну, и она пропадает. И вот в этот момент, когда он ощущает опять вот эту пустоту и боль, вот в эти моменты происходят суициды. И у девочки, и у мальчика. Вот от этого. Просто в этот период нужно подобрать этого ребенка и вот, ну, прям, как родитель, залюбить просто. Если рядом. Ну, даже если не рядом, но хоть сейчас WhatsApp, хоть есть, спасибо. Теперь, смотрите, берем, допустим, вот этого. Вот это гипертрофированная просто материнская любовь. Вот здесь. Допустим, девочка сепарированная. Это вот сейчас вот опять мы, этот Бешимбаев уже. А мальчик не сепарированный, у него вот здесь мама. И здесь папа может быть. Но чаще всего вот эту тему мутят мамы. Да? И она, вот она не во втором контуре, по идее, когда ты уже этот, самостоятельный, у тебя родители во втором контуре. А здесь получается, что они его не выпускают с первого, и получается вот так. Если девочка здесь одна вот приходит сюда, и традиционно же у нас девочка все, до свидания же, ну, в смысле, замуж вышел, все, пока. Там, через 20 лет приходи. В гости. В гости, на похороны, да, да. И теперь, смотрите, со своей семьи ее выгнали, ну, в смысле, она как бы ушла. В эту семью ее не принимают, потому что она, как бы этот, здесь мама не пускает барьер. Она начинает рожать, она, короче, как родильный аппарат для них, и вот здесь появляются у них внуки, и любое какое-то ее возмущение будет говорить, иди нахер, внуков оставь, сама пошла вон. Мы другую найдем. Да? И вот эти манипуляции очень часто, ну, такие. Вот здесь онкология в 45-50. Потому что она всю жизнь прожила ненужной. Теперь в обратную сторону. Если здесь мама большая, и здесь вот так. Вот такие семьи тоже есть. И здесь в семьях постоянная ругань вот тут. Постоянно. А-а-а, тут просто кошмар какой-то происходит. на самом деле не ругаются вот эти две нехорошие женщины. Ругаются, вернее. Две мамаши. И вот это. А моя мама сказала, а моя сказала, вот эта херня вот у них. Ну, если теперь, смотрите, когда, если он сепарированный мужик, теперь, а она нет, это чаще всего северная модель поведения, или как это? Мужик сепарировался, она не сепарировалась. она тут детей рожает. И потом мама говорит, не переживай, пошел нахер, я тебя воспитал, я тебе тоже помогу. И он тоже тут как биоматериал вообще. Вот там его задача один раз засадить, и все, ну, два иногда. детей забирают, он ходит как воскресенный папа, и он тоже вот такой как говно в проруби болтается. Это другая модель. Здесь мужику очень плохо тоже. Это тоже в оконцовке тоже, если он семью другую не найдет, то закончится либо не реализация, алкоголизм какой-нибудь все равно доберется. Для того, чтобы этого всего не происходило, очень важно, чтобы было вот так. Вот так. Опять вернемся к той модели, к той. То есть задача каждого как бы индивида выйти от мамы и от родителей оторваться и создать свою семью. Потому что если она оторвалась, он не оторвался, это плохо. Он оторвался, она не оторвалась, тоже плохо. То есть очень важно, чтобы двое людей были оторваны как самостоятельные, сепарированные от родителей. Это не говорит, что их надо бросить. А то есть ты там чтобы родители бросили, я за то, чтобы каждый создал свою семью. И тогда родители будут больше даже финансовой безопасности, чем если она отпустит их там в 45. Когда в 45 уже карьеру строить? Поздно. Я мужик как-то приходил, знаете, жена привела, он вот отсюда он. Он говорит, он всем квартиры подарил, родителям дом строит. сами в аренде живут, прикиньте. То есть есть такое. Поэтому очень важно смотреть. Я понимаю, что есть, вот я же недавно в Чимкенте был и там тоже у нас парень, я тоже не знаю, уже друзья, мы с семьями уже дружим, Игорь, чем мне делать? Я ему каждый раз говорю, и он каждый раз не делает. Год проходит, он опять, что делать? Я говорю, рецепт не меняется. Ты думаешь, я тебе что-то другое скажу? То же самое. И он вот все не может. Потому что что скажут люди там вокруг, я не знаю, почему так волнует сильно. Мужики с мамой живут, я тебе говорю, вот этих вот троих тебе мало, возьми вот их, не надо вот этих брать. Благо сейчас все по 5 рожают, по 4, да, сейчас много у нас. Выбери вот посередине. А если два? А? Два мальчика. Старший и младший. Ну тогда старшего возьми, но готовься, он 45-55 умрет, блядь, если от мамы не оторвешь. Это коротко, материнская любовь, книга. Вы когда будете читать, у вас вот эта сразу модель будет, ну, выходить, он там, он здесь, там, там это. Наркомания, алкоголизм, игромания, это тогда, это везде там, где доминирующая мама. И с избыточной материнской любовью. Просто не выпускает ребенка от себя. И он начинает наркомания. вы знаете, что, вы знаете, есть такая песня, однополая семья, потом забейте в ютубе, Шнуров поет, наша однополая семья, мама, бабушка и я. Понимаешь, это тогда, это там, где мужиков выжили уже. Это семья, где они мужчин просто ненавидят. И выйти замуж и создать семью почти нереально. То есть, если у тебя модель мамы, ты видишь, бабушка одна, там, как это, дедушка умер, а папа ушел, вот, и ты одна, и эта модель, она вот будет прям плодиться, размножаться. Потому что девочка будет точно такая же, как и ты. Одинаковая будет. И своей же моделью поведения. Поэтому очень важно быть, ну, как бы, основная задача родителей быть счастливыми. Чтобы дети повторили. Как дела? Пока нормально? Смотрите, очень многие проблемы выходят вот отсюда, из семьи. И в последнее время, короче, я как-то попал в это, в бизнес-клубы, случайно, в прошлом году или позапрошлом году. Очень у многих бизнесменов даже из-за того, что у них перекосы в семье, у них начинается рушить, рушится бизнес. Это большая проблема, потому что они пытаются делать там, я не знаю, CRM внедрить, еще какую-нибудь херню, они там, вот, хардовыми инструментами, пытаются их туда вкачать, ничего не получится, пока ты не наладишь он там. Ничего не получится, что бы ты ни делал. А? Вази, мама, нету, этим анорамом не делал. И че? Прощенник. Просто пишет за то, что рано умерла, ничего тебе не дала, что-то там хотела. Смотрите, для ребенка не оправдание, что тебе, родители не стало, его бросили. И ты накладываешь на умершего человека, в частности, на маму сейчас, то, что не дала скала, не долюбила, рано ушла, а могла бы дать, а не дала. И ты вот с этим ожиданием чего-то ждешь. По сути же, абсурд ее нет уже. Но эта детская позиция не дает тебе высвободиться от этого. Сейчас маленькая ребенка что-то сделать, сепровировать, наоборот, получается, не ласкать ребенку? Ласкай. Ласкай. До 16 лет у тебя есть время, да. Он сам начнет тебя отталкивать. В какой-то момент, в 12-14 лет, когда вот этот кубертат происходит, он сам начнет тебя отталкивать от себя. Потому что у него уже, ну, как бы, физиологические реакции на тебя пойдут, и это очень ненормально. И он тебя будет отталкивать, ты такой, нет, нет, сын, иди сюда. Лучше нахрен оттолкни. Ну, в смысле, этот. До 12 лет ты можешь там ласкать, баловать, что хотите, делайте. Лучше пацанов как воспитывать строго. Это к папе. А если нет папы? Тогда есть брат, дядя, отчим будет, или кто-то, кто там будет. Что? Мужик все равно должен какой-то быть, чтобы... Смотрите, мужчина даже самый слабый, женоподобный, он точно понимает, каким должен быть мужчина. Женщина не понимает, вы даже, ну, у вас нету этого в голове. А мужчина точно знает, как должен поступать мужчина. И он будет мальчика учить с тем пониманием, которое у него в голове. даже если он сам в детстве так не делал, он, поверьте, своего ребенка заставит. У нас, допустим, яна будет строже, а муж не будет. Сколько сыну лет? Скажи сначала. Восемь, пять. Отстань от него, пожалуйста, ладно? Пусть балует. Строгость начнется в 12-14, когда они в поход пойдут, на охоту пойдут, еще куда-то, когда вот эти... начнутся дела уже по-другому. Человека в 45 может отстать или от мамы? Очень больно. Смотри, ты будешь сейчас, смотри, мужику 45 лет, ты его отрываешь от мамы, у тебя даже получится, она начнет умирать. У него начнется онкология, сердечный приступ, ногу сломает, пойдет специально себе. И он опять придет ее спасать. Потом ты будешь опять тварью неблагодарной, потому что ты сын, от мамы оторвала, он тебе скажет, вот так мужу скажет, вот я только послушаю, сделал так, как ты сказала, вот мать болеет. А если она 20 лет умирает? Ну она... Ну, дай бог ей здоровье, а что? Ну, во-первых, ну, видишь, ты же эту схему не знала, где надо брать мужика. Да. Если прям любовь, я хрен его знает, уже вот как-то ящерица, ходи и жди. Понимаешь, такая ящерица хорошая, здесь я за мной ходил, как... Пациентка приводилась в 17-летие, почему с ним приходите? Потому что он сам может. Я сказала, почитайте эту книгу, и после этого она не приходит. Ну? Классно. Ну, слушай, 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 Смотрите, есть такое слово, это мужики знают все, инициация, да? То есть, инициация в мужское, как бы, общество, в любом мужском обществе есть инициация. Тогда, когда ты перерождаешься из мальчика в мужика. И это всегда какое-то действие, я не знаю, убить кабана, крокодила зарезать, еще какую-нибудь херню там что-то не сделать, да? То есть, что-то, какое-то мужское такое вот перерождение. И вот этот вот, я к тебе, он почему такой? Потому что ему не дали переродиться. Потому что мама бежала впереди и все делала за него. И вот это, нету, нету понимания, когда действие приводит к определенным результатам. Как только мужчина понимает, что он что-то делает и получает результат, вы ему не остановите но если он этого никогда не понимал, это же, смотрите, вот этот мужчина вообще, это самые подлые мужики, знаете, вот это? Он, нет, он знает, он знает, что на твое сообщение в WhatsApp нужно ответить через 15 минут, не сразу. Да, только делает мою родишку. Понимаешь, даже если он сразу увидел, он не ответит, он подождет, чтобы ты, сука, помучилась. Нет, нет, это специально, это же эмоциональные качели. Его же мама воспитывала, он все знает. У мамы, вообще женщина, когда воспитывает, у мамы единственная задача, чтобы ты не сдох сейчас. Любыми методами, любыми способами. и вот это хорошо-плохо воспитывает отец. Вот эти понятия дает отец. И каково, насколько сложно жить в мужском обществе без понятия, да? в армию, когда ты попадаешь и ты не понимаешь ничего. Таких людей бьют прям сильно, потому что он не понимает, за вранье бьют, за такой поступок, вот это хорошо, вот это плохо. Если папа не научил, очень тяжело мальчику жить. Такие в армии вешаются тоже. У папы есть, но тоже нету понятия, не воспитывает это. Потому что у мамы хер вот такой. Меня же не дают воспитывать же. Мой ребенок оставь, не ругай, куда ты его, какой нахер хоккей, какой бокс, блядь, на танцы отдай, блядь. Нахуя ему на танцы не знаю. А это понятия существует, да, сейчас же уже меняется. В мужском обществе всегда были свои понимания. Вот это честно, вот это нечестно, вот это благородно, неблагородно, подло, не подло. В мужском обществе есть, в женском, блядь, нету. В мужском обществе есть понимание до сих пор. Ты, смотри, ты можешь быть каким-то вот таким, когда вот такой вот, вот как сейчас, четыре мужчины и там все женщины, да, ты можешь что угодно творить, ты где-то вот между струек растворишься, тебя обязательно какая-нибудь женщина спасет. Представь, что у мужиков, вот, я не знаю, в казарме где-нибудь. Ты не сможешь врать, там все вот так. Да, ну, подейте. Ты не сможешь, тебя сразу бьют, ты что-то не так сделал, тебя бьют. Сейчас просто молодежь, вообще, бухает. В армии все одинаковые, не переживай. Да, 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 да. Потом помогите, 40 лет бухает. А если мать наоборот строгая? Когда мать строгая и сама воспитывает, когда отца рядом нету, она становится верховым предиктором. Это как, она становится как бог. И все, и он вообще-то тебе никогда не отойдет. И он будет на мир смотреть твоими глазами, твоим пониманием. Прежде чем что-то сделать, он будет, что скажет мама. Вообще, гоня его, если честно. Нормально, ничего страшного. Это более-менее гармонично в вашей ситуации вы поступили. А если родители есть, и ты внимания как-то не ощущаешь, как будто наоборот. В смысле, ты 12-я или что? Нет, 12-я. Тогда ты врешь. Наход ты врешь. Нет, это было ощущение. Сейчас ты уже, конечно, соображаешь головой. Шестые. Вот есть ты шестой ребенок? Нету? Ты шестая? Шестым. Смотрите, вообще, если у кого братья, сестры, есть шестые? А, я шестая. Ты сейчас считала, что ли? Или что? Шестые. Вот там старший берет корму мамы, маминого рода, потом отцовский род, мамин, отцовский мамин, и вот этот берет двух родов. и у них вот это состояние перманентного развития должно быть. Вам нельзя останавливаться в развитии, в личностном росте, вообще, потому что, как только вы это прекращаете, вы падаете вниз прям жестко. Вам отпахивать, потому что за двоих. это вот так, мама, папа, мама, папа, вот так. Все вроде с теорией. Любовница рассказать или потом? Это модель поведения, да. Это там обед безбрачия, там, или что там. Это модель поведения. Вы отдельно живете, так же, как жила мама. Вы ее глазами смотрите на мужчин. Вы пока мышление не поменяете, так и будете ходить. Вы знаете, вообще, вот, в последнее время стали мужчины приходить на сессии. Я начал чуть-чуть больше разбираться, чего у мужиков в голове. Потому что мне казалось раньше, что я понимаю, что у мужчин в голове, потому что у них так же, как у меня. Да? Сейчас я чуть-чуть начал туда залазить. И знаете, что, это, женщины очень сильно ненавидят, мужиков очень многие. Это латентная такая ненависть, она внутри. Мужики тоже ненавидят женщин, очень многие, да. Как мы сходимся, и зачем мы женимся, и он знает. Если честно, у меня есть друг один, я говорю, купи, а не сука лонку. Знаете, что будет у меня еще дома какая-то баба пиздец. ты дурак, блядь, ты дурак, ты дурак, ты дурак, ты дурак, то есть у него все, что женское, у него прям вот так, прям сильное отторжение. То же самое есть у женщин, то есть тоже гипертрофировано это отторжение всего мужского. Да, да, феминизм идет. Мир переходит в сторону феминизма. Потихоньку. Вот этот закон, который сейчас по звонку мужика забрали на две недели, это, ну, сейчас подождите, еще хуже будет потихоньку. Тихо-тихо мы туда уйдем. Ну, мир идет к матриархату, это неизбежно. Это видно по кино, по Марвелу видно, да, по вот этим всем, этим делам. Это же хорошо для нас, для женщин. Смотрите, вот вы две тысячи лет под нами были, да, или сколько там? Теперь, короче, мы будем под вами скоро. И для того, чтобы это усреднилось, нужно, короче, туда тоже будет гипертрофировано. То есть был гипертрофированный патриархат, теперь будет гипертрофированный матриархат скоро. И потихоньку день посередине остановимся, может быть, если кто-то останется. А? Нет, нормально, ненормально, вот просто оно же сейчас идет, и ты с этим ты ничего не сделаешь. То есть оно как шло, так и идет. И ты не можешь там против ветра жасать. Это все равно придет. Я думал, что мы на своих каких-то вот феодальных, байских каких-то вещах, я думал, что мы это, ну, продержимся, мы не продержимся. Потому что молодежь сейчас вот воспитывается, она марвеловские мультики смотрит, они фильмы смотрят оттуда. И тихо-тихо, это все, люди сами меняются. Сами дети, если вы вот смотрите, они же не терпят насилие, заметили вы? Если мы там подраться, там нормально было, сейчас на них смотришь, они, ну, не могут они. Птичка, птичка, ужас. Ужасы. Там меня научили, надо на ней стоять. В общем, насколько это правильно, когда там пара, ради. Я, если честно, я не знаю, насколько это правильно, просто по ребенку же видно, который он хочет, а который он не хочет. И лучше не заставлять, мне кажется. очень много, чересчур. Да, да. Я знаете, мы по трассе ехали с детьми и остановились в кафешке покушать. И у меня дочка стала кричать, младшая, то, что мухи на нее садятся. И я вообще никогда не замечал, да, то есть, ну, я на него так смотрю, думаю, она мух боится. А я на запах говно отличаю в этот корове от лошадиного. Это эволюция или деградация, я не знаю. То есть, мы все детство с этими мухами в говне ковырялись и как будто ничего. Но с другой стороны, ну, и надо ей это говно или мухи эти, не знаю. То есть, насколько она станет эволюционной развитой, если она начнет в говне разбираться, хреново себе. Не знаю. Поэтому насчет вот этого, там, если ребенок тяготит к этому, ну, мне кажется, можно подпустить. Если нет, то зачем? Но с другой стороны, традиционно же, это передать навык, как бы, разделывание там мяса, там, и так далее. Это уже, не знаю, это туда уже сами. Потому что я не умею, я не знаю, насколько это хорошо, плохо, у меня вообще мне плохо становится. Хотя, пока в деревне был, все нормально было, потом, когда это долго не видишь, потом уже, ну, да. Немножко, эти треугольники затронем, потому что такая, базовые такие, как бы, вещи, мы рассмотрим со стороны, с точки зрения мужчины, потому что, если женщина изменяет, уже семьи там уже лет пять нету. Знаете, да? если женщина изменяет мужу, то там уже семьи не было уже давно. То есть, он уже лет десять, там, я не знаю, пять лет, он на нее вообще внимания не обращал, забил, и вот, ну, она как там, жила, собака. очень вот так, я же, я же много слышал, я много слышал, как бы, этот, я этот, я где тоже раньше казалось, что святые женщины, и как бы, и мы такие, вот этот, там, если есть разница, я не знаю, процентов 20, но. Я слышал, что изменяет вас замужняя женщина. Да по-разному бывает. А как, я слышал, что изменяет вас замужняя женщина. У кого, мамиша, что изменяет? Я когда, этот, как этот, узнал, как клопы трахаются, я думал, в принципе, с человека все нормально. Знаете, да, я в какой-то книжке читал, у них девотух, и хер, там и вагина, короче, ну. И у них полов еще нету, у них там, ну. И они вот, кто на кого, кто первый вот тут, тот и мальчик. И поэтому, я думаю, с людьми, в принципе, нормально. Это тоже пойдет. Смотрите. Так. Я вот эту схему, если честно, каждый раз рассказываю, пока я про нее книгу не написал, но попозже, может, будет, да. На уровне энергии, сейчас буду рассказывать, там, здесь не про мораль, не про можно-нельзя, здесь, как бы, этот, когда секс происходит, короче, связь вот такая. Вот, допустим, это муж с женой, она, две, как бы, два лучика сюда идет, от ее пупка, и, я вам сейчас рассказываю, вы сейчас подождите, и отсюда, сюда один, к ее пупку. Теперь, чуть-чуть, аюрведы, и так далее, она там маткой, там, что-то крутит, туда-сюда, к земле, энергию земли берет вот так. И вот эту энергию, она передает сюда. И он, короче, вот через него, он эту энергию дает вот так. Да, то есть, и так происходит ее соединение, как бы, с Богом. Сейчас, супруги, да, или вообще? Супруги пока. Сейчас мы добавим, чтобы интереснее было. Теперь смотрите, мужчина, он вообще, то, что касаемо личностного роста, замечали или нет, мужчина развивается сильно быстрее, чем женщина. Да, то есть, мужчина заходит, все понятно, и пошел. А женщина, там, 10 лет мудохалась, там, письма прощения писала, там, поэтому, на таких тренингах, поэтому, мужчин меньше, потому что им кажется, что они понимают. Это, типа верхняя чакра больше открыт. У мужиков, да. Это даже в Коране, по-моему, написано, что мужчина с Богом связь, она сильнее, чем у женщины. Женщина к Богу через мужчину соединяется. Сначала у мужчины стоит, потому что он, да, когда читает, почему? Ну, в общем, я не сильно там, этот, в религии разберусь, но, в общем, где-то там тоже есть. Короче, энергия сверху идет, космическая, божественная, любая, он ее потом передает сюда, и вот так земля соединяется, вот так. Понятно, да? То есть идет энергообмен, она вот так отсюда, он вот так соединяется. Материальные блага женщины достаются легко, особенно в нашем современном мире. Заметили, женщины стали больше зарабатывать, ей там этот, это вот недавно сессия была, говорит, я не работаю, мне 33 года, никогда не работала, о чем мне делать? Да? Читаете в канале, да? Чтобы я так жил, я не знаю. В Дубае живет, и никогда не работала, вообще кайф. Вот. Теперь смотрите, они встречаются, у них происходит какой-то этот, буду в деньгах, потому что в деньгах понятие, на самом деле, про энергию речь, она социальную планку ставит ему. на самом деле, вот так там, он там, она с первой чакры, там что-то сюда, он ей туда во вторую, она вот сюда в третью, да, 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 и вот так энергия идет. То есть, здесь вот, ну, короче, то есть, она там страсть, он ей безопасность, она, заботу, он ей там этот, там любовь, короче, там где-то поищите, подробнее будет. или упрощенная схема, вот она, она социальную планку ставит ему, допустим, там 100 тысяч долларов. И вот она ему заботу, любовь все выдала, он дала задание, он все пошел зарабатывать, он выдает деньги. А если заботы, любви нету, и нету денег? Сейчас расскажу, подожди. Здесь пока все уравновешено, здесь, ну, как бы нету, вот эти Чалтфри, они вот так зацепились, и вот так живут. И кайф. Как только нарушишь этого, начнутся проблемы. Нарушаем теперь здесь структуру. Давайте вот так сделаем. Сюда. Появляются дети. Вообще дети, да, все. Теперь она. Вот сюда, эту энергию. 80. процентов. И ему остается, здесь минус 80, ему остается 20. Но просит она вот столько. И он на морально-волевых, через еб твою мать, как тот, этот ВДВшник, зарабатывает столько, сколько просит она. При этом заботу и любви он получает, ну, как бы адекватно меньше. Это где-то 5-7 лет безопасно, плюс-мидус. Зависит от морали его, но как бы 5-7 лет он будет еще терпеть. Но бесхозных у нас же не бывает. Здесь появляется... Должна быть помоложе, если подлиннее с ногами. Если уже брать, что делать надо? Обычно, обычно, ну, вообще, есть смысл ее брать, чтобы хотя бы такого же уровня, как сожжена, или чуть больше. Ну, или желательно больше. То есть, ее социальная планка, то, что она тебе будет выдавать, будет больше, чем вот это. или хотя бы так же. И у него получается здесь 120. И у мужика сразу блесит глаза, он куда-то ходит, в телефоне сидит постоянно, да, этот в туалете. Хорошее место. У него 120 единиц энергии, но все деньги он несет вот сюда. Вот эти деньги заходят вот сюда. Почему? Потому что жена, она у него вот здесь же? Туда же тоже надо. Сюда? Вот то, что у этой сорта упала вот тут, вот сюда, чуть-чуть падает может. То, то, что вот это не сожрало, уйдет вот сюда. Про энергии. Да и в деньгах тоже. Я знаю, делать любовь. Это, подожди, начинается вот так, подожди, остановись ты пока. Это же начало, это пролог. Или как там? Не пилок. А? Это начало, вообще вот такие схемы, они может быть периодически возникают, но очень плотная схема такая возникает, где-то кризис среднего возраста, 40-45 лет, вот где-то вот 37, 7 может быть, первые эпизоды, такие серьезные. мы сейчас не говорим про потахушки, вот эти вот там быстрые. Это уже отношения где? Потихоньку. Теперь есть такие охотницы, да, это вот кому надо, это охота на самца, книжка есть. охота на самца и жизнь без трусов. Это для мужчин. Но рекомендую прочитать две, чтобы понимать, как тебя и как ты. Я вот этих женщин вообще не понимаю, которые там, я там замуж выйти не могу, дети все. Вы или книгу не читали, или вообще не хотите? Смотрите, любого мужика вытащите 7, угадайте, сколько время надо? 16 секунд. А? 16 секунд. Ну, 16 секунд, ты вообще, угнать за 16 секунд? Сколько надо? День. Три месяца. Ну, мы не такие бляди совсем, что ты, день, блядь. Три месяца. Теперь смотрите, вот эта выгода в чем? Ее чпокают, деньги уходят туда. Какой смысл здесь? Зато не важно. Да. Статус чуть-чуть, еще что? Я тоже деньги. Это немного это. Свободно. Еще. Для здоровья. Внимание просто. Угу. Ну, она вот свободно. Она замуж боится. Она боится замуж, что хоть какие-то отношения, но есть. Но в какой-то момент, когда он смотрит, что он все внимание сюда, ей становится ее жаба как бы душит, потому что ей кажется, что это ее мужик, как будто, да. И она начинает, если не прям, ну, вот, обижаться. Прям. Хотя мужику непонятно. Ее, ты же знала? Да. Знала. Я тебе предупреждал? Предупреждал. Что ты доебалась тогда? То есть, мужику непонятно, еще в чем прикол. А если она ребенка еще рожает, то же самое. Ну, как, говорит, я могу согласиться с тобой на секс без презерватива, если ты печеньку и чай вовремя вытащить не можешь? Да? То есть, вынимать надо. Смотрите, теперь эти отношения продолжаются в какой-то период до тех пор, пока у нее вот что-нибудь моча в голову не ударит. И, допустим, она хочет его вытащить теперь отсюда. В какой-то момент после продолжительного там 2-3 месяца. Конечно, ты что? Я знаешь, сколько семей пересмотрел, чтобы эту херню вывести? Здесь за каждым словом, блядь, там 20 тысяч человек я увидел. Теперь в какой-то момент она, это происходит там 2-3 месяца, у некоторых через 5-7 лет. Ну, короче, в какой-то момент это все равно встает. Если она читала вот эту книжку и хочет его теперь вытащить, она в какой-то момент говорит, пошел нахер, мне вот, я семью не хочу разрушать, мне нужно свою строить, до свидания. У этого чувака было 120 единиц энергии, стало 20. Он что делает? Он бежит к жене, говорит, дай мне хотя бы вот эти еще в оставшиеся 80. Она что говорит? ты старый, ты что охерел, тебе всегда надо было раз в неделю, тут что ты доебался это вообще? Она его отбревает. И он остается вот с этим. Теперь это, если не будь дурой, случайно смс-ку ночью или кому-нибудь херню, она замутит, чтобы узнала вот это. когда вот это узнает, что она делает, пошел нахер, почему-то. У него остается ноль. Ты еще не попадал, кажется, да? А если это пошло нахер, не говори? Сейчас, сейчас, подожди, сейчас. Ты вот умная, да. Теперь, он начинает искать, он начинает искать других. Где бы еще подъесть кого-нибудь. Но самый прикол в том, что тебе дали энергию, тебя должны хотя бы чуть-чуть любить. Должны быть отношения. На это нужно время. Вот это, когда у мужика вот такое состояние, это прединфарктное состояние. И реальный инфаркт, блядь. Вот я, у меня один тут ходил один. Вот так уйдет сюда, а та в ворожила или что. Короче, у него, блядь, клин, он бежит туда. Жена его приводит, блядь, ко мне. Я его там чищу, там это все убираю. Он, блядь, опять туда. Я говорю, ты остановись, не умрешь нахер. Ты что делаешь? Инфаркт, блядь. Ну живой вроде, пока не заводили, на похороны не звали. Ну прямо он инфаркт заработал. Причем, это не старый, это ему 40 или сколько лет? У меня товарищ, один, он 27 лет, дотаракался до инфаркта. Я говорю, хоть вспомни, что будет. Я же тебе рассказываю, смотри, он начинает искать, да, у него при инфарктное состояние, вот это же все замутило, и она говорит, а теперь, дорогой, иди ко мне. Все, семья. То есть, у нас отреи должна была, да? У нее должна быть цель, тебя вывести. Это прям схема, да. Теперь, если для того, чтобы жену теперь спасаем, да, ну, когда она узнает, вообще вот, вот уже вот так, допустим, мужчин, когда уходит из семьи, он никогда не забирает с собой детей. У него даже в голове этой херни нету. Берешь, говоришь, знаете, дорогие, совет вам, да, любовь, дайте вам наших детей, я себе новых нарожаю. Через две недели он у тебя опять дома, блядь. Дети наши. Потому что это сразу нахер пошлет. Да, а мой матери отдал. Ну, или так. Можно вопрос? Да. Вот все, вот как сладко по классике, вот как вы описали, в семье в браке, появилась она, я узнаю, он говорит, что любит ее, она выбирает семью. Мучается, ходит, что с ним делать? Он здесь встречается еще или нет? Ну вот, теперь берешь вот этого своего мужика, забываешь про все нахер свои обиды, и проще. Нет. Едете в страну, где вы не знаете языка оба. Желательно, чтобы он не знал, это знало. Но лучше, чтобы оба не знали. Если он там, мидовский полиглот какой-нибудь, то он усложнее тогда. Короче, находишь страну, любую, едете туда на 2-3 месяца, трахаешь его там везде, у вас появляется новая love story, привозишь его сюда, и живете спокойно, и все? Как поступил и сейчас, в любовь, и с мужа, дешевство, порядка, развелись, буквально две недели. Я тебя поздравляю, она очень умная. Умная, молодец. А? Конечно, работаю. А вот стоит ли вот, вот в таких случаях, вот так и делать, или вообще оставить в покое? Это зависит от цели. Он тебе нужен, не нужен. Есть женщины, которые не могут свою вот эту агрессию задавить. И они по-любому разъебут семью. Просто он мучается, говорит, что ее любят, но выбирает все. Дорогая, он мучается, потому что у него, вот у него сейчас 20, у него здесь 20 долларов осталось, он мучается. Уведи его, трахни его там, наполни его там, пусть у него будет 200, сука. И восстановится семья, и все. А если ты не уедешь и останешься, ты у тебя же потом онкология будет, например, от этого разни-то все. Где ты останешься? Ну, в Казахстане. Нет, если ты, вы никуда не едете, вы так и проживете, да? Я тебе говорю, это можно и в Казахстане сделать, не обязательно куда-то валить. Ну, трахни, блять, его. Нет, парни, нарезал, не живем в Казахстане, он как бы переживает вот эти эмоции, что-то дает время. Да, ага, ага. Пиздит он? Да, время успеха. Он уже как-то встречается, ты живешь. Ты в своей какой-то, блядь, иллюзии живешь, непонятной? Я его послала нахрен. А он потом говорит, я все пользую, я тебя люблю. Я говорю, нет, у меня другой мужик, я ему так скажу. Он какая-то сука, мстительная тварь. Я ему не хочу домой. Вот он эту бабу мне гвоздики отправлял. Через год я говорю. По шесть штук или что? По две. А, блядь, жадная, а? Хотя бы четыре отправила, две, блядь. Ну, это же на могилы выложат. Здесь от цели, короче, зависит. Если ты своим внутренним говном разобралась и хочешь сохранить семью, делаешь вот так. Если ты хочешь еще отомстить, вообще по-умному, надо его забрать, а потом отомстить. Там семья все по-пизде пошла сразу же. Как только она здесь, вот смотрите, если она вот завела мужика, то с этой стороны давным-давно уже энергии не было. И, внимание, давным-давно уже. И просто у нее терпение лопается, она уходит. Она же предпочла одного мужчину другому. Это уже все, не лечится это. Мужик, который изменяет, он никогда не хочет разводиться. Вот это можете понять, нет? Точно. Возникает вопрос, если женщина влияет на мужчину таким образом, может ли мужчина обратно образом приобрететь? Может, но вы не верите же. Вот это желание, чтобы стоп обратно вернулось. Может, да? Может. Вы должны оба хотеть сохранить семью и едете куда-нибудь, и, короче, ну. Нужно страсть вернуть, понимаешь? Мужика можно залепить на страсть только. То есть, привязать на секс. Почему, говорю, 40-45 лет вот это происходит? Потому что тебе кажется, ему раз в неделю хватает уже последние 5 лет. А потом находится вот это, и ей вообще похер, сколько ему хватает. Ей не хватает, блядь. И его, у него флэшбеки в молодость потом, понимаешь? Он думал, он уведает, тут он с ней орел, блядь. Он идет не за то, что он ее любит, он идет за ощущением молодости, блядь. Включается, нужно детей. Надо всю модель поведения поменять. Детей к маме, его, блядь, с собой, и ушли куда-нибудь там во все тяжкие. Да, у мужика клеится локация, вот это запомните. У мужика вы... Ладно, сейчас чуть-чуть этого пикапа. Допустим, мой муж, да, у себя там, ой, не надо краситься, не надо... Но они все равно любят глазами, да, переделанных. Да, да, да. Там они осуждают, там, вот глупый на колу, фу, у нас подсознательно это им нравится. Ну, да. Смотрят на... А нам вытащают это нормально? Они экономят просто и хотят бить. Ты так красивая. Я не... что с женой как бы она слетает, ну, типа, и она не знает всего этого делать. Она же младает людей. Нет, мы не имеем визу. Мы тоже должны пощать визит как-нибудь или нет. Еще раз. Короче, не обязательно быть яркой, чтобы трахать его хорошо. И его нужно держать в состоянии, чтобы он тебя постоянно хотел. И поэтому я даю вот эти две книги, чтобы вы понимали, как держать мужика в напряжении. Вы мужика держите вне напряжения и хотите, чтобы он что-то вам сделал, никогда ничего не получите от него. Мужчины, мужчины, вот в психологии, мы сильно примитивны. Мы сильно примитивнее, чем вы. Женщины не более разнообразны и более в эмоциях у вас диапазон сильно шире. И вами управлять тоже. Если ты знаешь вот этот диапазон, как его подергать, то вообще легко. Мужику нужно просто какие-то вещи в лоб говорить и будет все понятно тоже. Но его нужно держать постоянно, чтобы он хотел. Как только он тебя не хочет, все, он тебе ничего не даст. Это вот анекдот же есть там, они там чпокаются и говорят, дорогой, купишь дом? Конечно куплю. А машину и машину куплю. Шубу, шубу, шубу тоже куплю. И он такой, азотик купишь? На хуй тебе азотик? Кто? Вы же говорите, если хочешь, она найдет денег. Но если ты даешь, и он тебе хочет, и он тебе этот денег не дает? Да. Но ты дура тогда. Читай книгу, почему ты не пользуешься? Это отношения родителей. Вы либо разведитесь, либо уже садитесь по-человечески. Нет, я ушла сама. Она, знаете, я держу ее была у сына. Он все время задыхался. И как мы только развелись. Выздоровела? Ну? Потому что она была душной. Могу ли я меня сейчас помочь детям? Ну, сына, старшим. Конечно. Детям нужна счастливая мама или счастливый папа. Он уже взрослый уже. Какая она? Разница. Ну, хотя бы один должен быть счастлив. И это одно из условий развода. Если вы хотите разводиться, ты должна себе или себе пообещать, что в следующих отношениях ты будешь счастливым. Если этого обещания нету, и тебе кажется, что ты не рождена для счастья, лучше останешься в семье. Ну, конечно, если он тебя не обьюзит, как и Бешенбаев. А почему такое очень происходит? Это типа карма? Это физиология. Какая карма? Это тупо химия. Ну, в смысле, 38-45 лет там кому вот 40 плюс есть? Понимаете? Ну, вы же все чувствовали. 40-42 где-то начинается пиздец, короче. Этот гормональный. У тебя гормоны просто у тебя метаболизм резко останавливается. Ты от воздуха поправляешься, тебе ничего не помогает, тебе ничего не влечет, никуда не влечет. Ты в какой-то вот в один день просто все расхотел. короче. И получается, все, коронавт полетел. да, 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 сейчас, смотри, теперь. Вот это вот резко останавливается. Что мужики потом делают? И прикинь, в этот период появляется вот это, которое тебя хочет и тебя радует. Ты никогда в жизни от нее не отлипнешь. тебе кажется, что это твое здоровье? Я тебе почему говорю тут? Спасибо, Господи. Ну тебе, правда, тебе это, то есть, тебе дома уже не нравится, потому что, смотрите, когда ты долго живешь в браке с женщиной, и я вот сейчас всем женщинам говорю, женам, да, что очень часто ты становишься просто источником проблем для мужика. Ты не звонишь, там, что-то у тебя хорошее, блядь, случилось. Дай денег. Там вот этот, обосрались, упали, блядь, еще хуйня. Какой секс? Вообще не звонишь. Девочка. Мне реально вообще не звонишь. А дом вечером что говоришь? Вообще, я стараюсь потому что он много говорит, то он звонит. И что тогда хочешь? Ты сейчас к чему задаешь вопрос? Нет, а тогда что это за шаши? Он мехом у этого там, урха, кресопата. Вообще не звонишь, не пишешь. Короче, не знаю, это надо вас смотреть. Это завица. Вы по-любому в этот, вот этот в этот период очень внимательно на друг за друга смотреть. 33 нет, это еще рано. 33 еще амбиции, здоровье вагон, вся жизнь впереди, там хочу миллионером стать, там же цели такие. Здесь уже тут миллионером ты не хочешь быть, ты думаешь, лишь бы, блядь, выжить. Вот в 40, когда тебя уже нагибает, ты думаешь, как вы, блядь, до 80 дожили? Нахуй эти тренинги личностного рода. Ты как 80 лет живешь, ёб твою мать? Вот твои потом, то есть, то ты Петра Осипова смотрел, блядь, потом раз, херак, сразу вот, блядь, там агашка какого-нибудь ходит такой 80 лет в спортзале, вам сколько, да ёб твою мать, ты как до сюда дожил вообще? И ты, вот же, секрет хочешь узнать, думаешь, мне, что ты сделал, я тоже хочу. Вот вы говорите в 45 баба ягодка опять, вот оттуда выход, да, потом? В современном мире у женщин уже климакс начинается, и нечего. Вы просто импотенцию не знаете, за вас сколько лет начинается еще? Климакс не начинается, что-то. Климакс молодеет, из-за того, и смотрите, климакс молодеет из-за отсутствия сексуальной жизни. Да, да. Вот он и чего молодеет. И то, что я, знаете, одно время так часто говорил, трахайтесь, короче, здесь в йога-центр захожу, вот так в один, и девчонка вот так, вы же этот, трахаться надо. Вы же этот, трахаться надо. Но я бы с кудом развивалась, мне было 38, ну, 40. Ну, вот от кризиса вы в это попали. Вы в это кризисе попали. Вот здесь надо очень внимательно друг к другу отнестись. А потом, сколько? 45. 45, 46, чудесным образом у тебя, кто-то, второе дыхание как будто открывается. ты, ты, нет, это она путает, это путает она, она просто не знает, что будет 40. Нет, если вы мужчины, вы его должны выносить, вы не выносите, у него с очки, что она его нос не выносит, она такая вообще нереальная. Пусть, пусть, она еще просто у тебя просто говно кипит просто. А, это? Как я писала на мое место, все, я говорю, отстаньте. Сейчас остановись, вспомните круги вот эти, помните? Да. И любовница в каком контуре, ну-ка скажи. Как? Любовница в каком контуре? Садите. Последний. Помнишь, круги вот эти? В каком контуре любовница? Она, ну-ка, она, соседи, это женщины, хотели родственники, она родственница. Да? И, и теперь смотри, этот контур, он дальше, и поэтому она лучше, чем ты. И когда контуры меняются, когда ты с ними местами поменялась, теперь ты стала лучше, чем она. И вот эти звонки по пьяни, может опять замутим, это оттуда. И он мне говорит, я говорю, ради какой-то ты дырки всю синюю бросал, теперь ты что-то от меня хочешь? Отстаньте. Я говорю, я счастлива. Вот и стерва, бляааа. А? В смысле, правда счастлива? Что правда? А я улетела на море, и он приезжает и моих этих, улетел строителей, говорит, а где хозяйка? Говорит, а я не знаю, а у меня ремонт идет, квартира. И я, он говорит, она улетела, с кем улетела? И он ищет меня, везде по инстаграмм, хотя он уже с этой бабой жениться с праздником. Ага. Ну, вообще, не случайно, план такой был, фиктивно, говорит, давай разведемся, потому что я квартиру дочери покупала. Говорит, давай фиктивно разведемся в 20-м году. Для чего? Чтобы квартира была оформлена на тебе, говорю. Я писатель мысли в 20-м году. Он готовился уже, Да, готовился. И в 21-м, я узнаю, я слово уже увидела, и он собирается жениться. Мы вместе. Вот эти женские сны, сука, очень опасная тема. А, на спине. Я не увидела, я и руку машину, видела, и все, я с кардинатой ушла. Это очень опасно, и есть коварные женщины. Давайте. Прости, как все ученики изменяют. Я говорю, я не буду прощать. Я с этим уже не могу. Ты сейчас столько информации и люди, тяжело так же. Как раньше должны сидеть доживать? Вот раньше было тяжело. Но раньше мужики доживали, мне кажется, там 40 жен заведет, дай. Они там умирают, он меняет. Может, реально раньше мужикам легче было? Раньше вообще 40 лет жили. Что вы, это, средняя продолжительность жизни до какого-то 60, какого-то года, 40 лет? Сейчас, например, я как выгляжу его. Да, Высоцкого посмотрите, ну, как бы, да? И он сколько, 40 лет ему там? 45, что ли? Мы сейчас моложе выглядим, мы дольше будем жить, и поэтому сейчас, когда в 60 умирает, думаешь, ты такой молодой, такая молодая. Я в 60 лет юбилей, корейцы отмечают же, я помню же, когда мне было 5 лет, они их выносили, их на юбилей выносили, сейчас танцуют на 75 юбилей. Это уровень жизни, сейчас уже столько физического труда нету, и медицина более-менее, ну, сильно лучше стала. Так, давайте так, у кого операции, у кого куда трогать нельзя, поднимите руки. Ага, что у тебя? Ломала, медицин. Не, ладно, это нога ломала? Нет, желчка. Хорошо, давно? Лет 7 назад. А, ничего страшного. Глаза кто оперированные, у кого? Глаукома есть у кого? Сетчатка затошла, еще что-нибудь? Да, коррекцию зрения говорю. Этот, так, раз, не, поднимите руки, если была операция, чтобы я глаза вам не выдавливал. Да, босик было. Глаза хочу выдавить. А? Сетчатка. Это посмотрим. Сетчатка, это память. В смысле, не давно поедали вообще? Не, вообще. Вообще. И ниндзя у кого? Короче, я к вам буду подходить, просто говорите, в глаза не трожь, ладно? Что будет? Я примерно запомнил, но этот. Ага, в туалет сходите пока, а то сейчас начнется. Сейчас или вообще? Смотря где, я не знаю, у тебя стопы болят, что болит? А, в начале были шпоры очень долго, 20-35 шпоры. Шпоры, пяточная шпора? Да. Магнит, ты покупала китайские? Все, все. Ничего не проходит? Не знаю, а то лицо знакомо. А? А импланты не считают? Импланты чего? Зубы. А, нет, садись. Нет, ничего. Ударили мак. Давно было? Да, Хорошо, нормально. Ничего страшного. А образование в голове? В мозгу или сверху, снаружи где-то? У меня такая женщина приходила, я ей уже вот так личное дело отдали, сказали, всю игру покупать, до свидания. И, короче, она болевала, знаете, она ведро, вот просто вот, у нее рвоты. Первый день, на второй день она спала у меня, этот, и все, здоровая бегает сейчас. А? Сегодняшний, да? Это достаточно? Я не знаю. Мы сейчас закончим, я потом поговорим, я скажу. Может, можно помочь у меня переделиться? Смотрите, я же, это же, вот, ну, как бы, здесь очень важно, чтобы ее вера была еще. Не только моя, я вообще, если честно, очень, у меня эмпиричный мозг, я в такое, ну, не сильно верю. Просто иногда получается, за счет, я не знаю, какие струны я ее там, души задел, что ей так помогло, но она, вот. Вы гипноз не используете, Как он воздействует? Нет. Это, помнишь, я энергии рассказывал? Да. Вот это не, это не сильно гипноз, это может и гипноз и похоже, не знаю, но это и трансовое состояние есть, да? Но, это, ну, в общем, это за счет энергии. Ну, вы говорите, что она ее судьборожила, но я это приняла честь. Отпусти его уже, слушай, смотри, он уже ушел, с другой живет, а ты эту херню еще жуешь эту фигню. Отпусти. Уже его нету, все. У нас дети связок, мы же общаемся. его уже нет. Разницы нету, приворожила она, еще что-то, все уже. Да, я поняла, что... К чему тебе это, зачем тебе это сейчас? С тобой разберись, не надо. приворот, приворот, это вот мужикам сейчас этот, как приворот, понять, что тебе приворожили. 50 грамм алкоголя, ты, у тебя белая горячка, это 100% вооруженный. Просто вот так сносит башню, маха. Нет. Я, знаете, не могу его отпустить. Я понял это. Ты всю жизнь испортил, я понял. У вас же уже все продумает. Да, уже все, у тебя прям сквозит вот это. Я устала сама от мысли, что вы. Сейчас, подожди, орать будешь, дурниной просто. Проработать, не знаю, делаю, но... Я была виновата ей длинноногой, а она коротканогая. А ему короткие ноги нравятся, да? Мне короткие, как раз, да. Я больше его. И... Какую хуйню только не придумают. Немного. Ты саботируешь, потому что... Ты не можешь принять. Саботируешь. Да? Откатся саботируешь? Когда денег становится больше, чем тебе надо, у тебя мозг саботирует, и ты откатываешься обратно там, где был. Ты просто потолок вот этот пробить не можешь. Я не знаю, где ты тормозишься, в какой сумме? В целом. Ну, постоянно. В какой сумме? Нормально, я не знаю, много. А, ладно, короче, потом. Так, задавай, чудо сняешься. Нет, потом нет. Когда потом уже 10 часов будет? Нет, вечно. Приходи потом. Чем ты можешь переварить, и ты начинаешь саботировать и падать. Ты делаешь все, чтобы у тебя их не стало. Это же абсурд, на самом деле. Но мы все эту херню делаем. И поэтому вот эти скачки, там, подскочил, упал, подскочил, упал. На самом деле учредители колбасят, а ты увольняешь пачками народ, блядь. Давай. 24 на 7 спать. Вообще, просто спать. Не знаю, сейчас посмотрим, подожди. Не встал. Это ты про себя или про кого? Таких раньше пожарники брали. У тебя усталость, ты уставшая себя. Как же понятно, что обидно на родителей есть, а у них нет. Оно у всех есть. Таких людей нет, у кого не было бы. Даже если у тебя идеальный родитель, ты все равно найдешь что-то и обидишься. В этот период, помнишь, 12-14 лет, ты там по-любому, чтобы ты же не можешь просто так от них отсоединиться, ты обидишься и оторвешься. И потом в этом живем, а? но тебе чего не хватает? Ты мужчин боишься, потому что? У тебя страх мужиков, ты же панический, я откуда знаю. А если все проработал, то это так, где финансы? Значит, ни хера ты не проработала. На большинстве еще... Нет, нет. Нет, нет. Смотрите, деньги, деньги, это самый такой показатель твоей проработки. Если у тебя денег мало, ни хера ты не проработала. Нет, деньги есть, но они как-то и нет. Я тебе говорю же, объясняю. Ты деньги не можешь копить. Смотрите, когда деньги не можешь копить, у тебя стресс от денег. Когда у тебя денег больше, чем тебе надо, ты саботируешь, ты их тратишь. То есть, и деньги, это самый первый показатель твоего состояния. Их не надо там, что ты миллиард у тебя там был. Но ты должен быть, ну, нормально. Если нормального баланса нет, у тебя что-то в башке херня. Ну, как понять, что за херня? Сейчас, подожди. Можно продолжить в одного вопроса? Чего? Такое ощущение, как будто кто-то в твоем мире был. Сейчас, подожди, мы сейчас только начнем же. Я жду, когда все бастутся сейчас. И начнем. Игорь, а как понять, вот вы про мужчин сказали по алкоголю, а женщин, если как-то... Приворот? Женщины, мужики не выражают в основном. Мужики не выражают. У мужиков есть другое. У мужики покупают женщину. Понимаешь? Нам не надо тебя там просто там озолочу, и все, и ты такая, ааа, все пошла. Ну, да. Женщины за деньги, да. Понимаешь? А за деньги, да. Вот это за деньги, да. То есть, зачем выражить, когда ты можешь купить? Ну, нахуй? Если мужик выражит, он мудак, сука, не надо. У женщин инструментов, других нету. Нет, я просто вот когда ходила по казино, там везде, я прям почувствовала, что один человек вот на деньги как-то вот сильно по энергиям стало, по-другому. Как будто не мои мысли в голове, какие-то вот сексуальные энергии. если у тебя. У меня к этому человеку, хотя вообще 6 лет я знала, не было. Я как будто вот какие-то поступки, знаете, я могла там шампанское украсть, в баре там, в казино ходила, играла. То есть, вот когда я показала, что у меня много денег, какого-то... А, это поплыла, это чуть-чуть. Да? Поплыла. На что-то, на энергию, да? Ну, на энергию, в эфорию попадаешь, такое-то, это в такие моменты тратишь деньги. Такие моменты совершаешь поступки, которые, блядь, ну, не нужны. У тебя денег, а за 2 в 3 больше раскачивается на чем. Да-да, потом у них сразу забирают обычно. И я вообще отдала. Ну, видишь, в какой-то момент их просто чупки нету. Ты попадаешь в эту эфорию, тебе кажется, что ты вот, как вот этот царь Мидас был, или как он, ты что не при... Ты как-то, тебе кажется, что-то такое. И вот в какой-то момент, когда у тебя башню сорвалась, до свидания. То есть, ты даже не в потолке делаешь, а в балансе. Это есть баланс, да, и каждый раз, когда у тебя денег добавляются в твою жизнь, тебе нужно, этот баланс нарушается. Тебе заново надо выстраивать. Почему люди и не хотят много зарабатывать, многие? Потому что слишком много менять надо. Вы не представляете, сколько у людей в голове преград между тобой и деньгами. У тебя всегда какие-то условия. Я так не хочу, блядь, это неэтично, а здесь унизительно, а тут я еще... Ну, ёпт, ну, сократи расстояние, блядь. Вот если с людьми, которые не зарабатывают, да, вот поговорите, вы же видите, что, ну, там, капец в голове. А как понять, что у тебя есть какие-то блоки, так и так далее, либо ты просто, как бы говоря, неудачник, или у тебя, ты не можешь. Вы на неудачника не похожи? Вы устали, наверное, побольше? Вы, наверное, больше устали, чем у неудачника? Блоки, смотрите, если ты дожил до 40, по-любому, блядь, есть у тебя, ну, то есть, нету людей без блоков, я не видел еще. Если 40 не бывает, что наоборот? Ты все равно весь битый, вот ты, вот до 40 лет человек выживает, да, то есть, и мы вот, ну, цепляемся за материальное, мы там какие-то навыки накачиваем, еще что-то, где-то мы кусаемся за деньги, там, за ресурсы, потом это проходит, там, в 40 где-то, ну, у тебя уже это, ну, неразмеренно, я тебе говорю, там, гормоны прыгают, уже не до этого, блядь, там, ты не думаешь, сколько зарабатывать, ты думаешь, как бы дожить, сука, до 80 хотя бы, я говорю, ты знаешь, это какого-то планкой становится, я на это шало смотрю, иногда думал, Владимир Декрасов, ему сколько там, 70 хрен, я вот так на него смотрю, вот, смотри, мне 46, да, и он передо мной стоит, он из самолета не выходит, я один перелет, три дня выпадаю из жизни, блядь, я говорю, как, вы где энергию берете, ты просто мало летаешь, я говорю, дюк, твою мать, а он здесь тренинг провел в Сочи, в Сочи, блядь, еще куда-то, и вот постоянно куда-то гоняет, я же в инстеграме смотрю, мне шок просто, как ты это, понимаешь, то есть, там цели проходят, это у Оша есть, все вернулись, проверьте соседа, все рядом, потому что, в 40-летие свое, где-то нарыл, я там, этапы жизни, что ли, у Оша есть, и он говорит, 40 лет, до этого ты выживал, но тебя еще никто не готовил к смерти, я думаю, ну ты мудак, у меня же день рождения, блядь, нормально же общались, что ты, да, и поэтому, этот, в 40 лет реально переоценка происходит, вообще, на самом деле, есть, вот, кризис, вот этот, подростковый, да, такой первый, но по сравнению с 40-летним кризисом, среднем, среднем, это, кризис среднего возраста, это херня полная, вообще, очень многие психологи говорят, что нет никакого кризиса, кроме кризиса среднего возраста, это самая жопа просто, второй кризис, 60-62, и потом, потом, по-моему, 80, что-то, и потом, 100-120, если доживешь, и каждый раз, когда ты вот этот кризис не проходишь, люди умирают, вот, 40-45, поэтому смертей много, да, то есть, это человек, который не перестроил свои приоритеты в жизни, ты не сможешь ставить цели финанса, только финансовые, и выжить, там нужен масштаб личности, масштаб, там нужно делать что-то для страны, там нужно уже, вот, не только для себя, уже надо, вот, ну, как бы расширяться, есть, ну, родственники, бля, не родственникам, да, не знаю я, смотрите, вот, вот это вот про родственников, да, еще, знаете, надо так помочь, чтобы его не заглушить, понятно, ты можешь ему помогать, содержать, и у него, он не будет развиваться, и ты сам урешь, блядь, от этого, тебя уберут, смотрите, мир, почему я вот эти вот, мама, сын рассказываю везде, отчасти, когда, смотрите, папа, дочь, очень, это редкая модель, в нашем обществе, так тоже бывает, это называется комплекс девочка электро, а это, когда мама доминирующая, типа в комплекс называется, да, и допустим, здесь мальчик, вот если мама мешает сыну развиваться, ее убирают, она умирает, но она, допустим, заболела, там вот ему там 25 лет, она заболела, там онкология, еще кончерня, ее лечат, да, ее вылечили, но мышление она не поменяла, умрет он, понятно, убирают всех тех, кто мешает развитию, если ты своим родственникам будешь мешать развиваться, ты сдохнешь, а если, в трудности, напротив, каждый сам за себя, это тоже, нет, смотри, вот если, допустим, вот часто же бывает, там есть, в каждой же семье один, кто-то выскочил, да, и допустим, там свадьбу не справляют, да, ну сделает это, бля, незаметно, ну пусть они свадьбу, вот знаете, мы как делаем это, ой, я вам, бля, сейчас приходите, ресторан, который они не могут позволить себе, ты просто загоняешь в долги, которые они, ну хрен знает, когда тебя дадут, но ты же можешь сделать по-другому, они сделают 80% пути, и ты придешь, 20% свадьбы оплатишь, чтобы они себя пидорасами не чувствовали, очень часто человек, который занимает большие деньги, кому-то, тот, вот, короче, если, вот убийство когда, да, сразу ищут, кто ему был должен, обычный человек, который занял, убивает того, у кого занимал, и поэтому не нужно, как этот, провоцировать людей, на собственное убийство, не надо занимать деньги, чем больше, да, чем ты готов простить, это первое, и больше, чем может человек переварить, то есть, здесь, бывают люди, в бытие миллионера живут, ему можно миллион занять, и тебе вернет, ничего страшного нету, но бывает, человек живет там, в размере тысячи долларов, и ты ему миллион дашь, у тебя грохнет, нахуй за них, есть всегда психоэмоциональные, психологические планки, бытия твоего, и всегда, когда вот эта планка ломается, ты всегда, как бы, детонируешь вниз, поэтому, не нужно это, и я не говорю про то, что маму не надо лечить, но маму, когда лечат, она должна измениться, у нее мышление должно поменяться, вот с такой точки зрения, мир идеальный, да, то есть, если вы, вот почему говорю, материнская любовь, книжку еще почитайте, вы ее когда читаете, знаете, в чем, вот в чем минус этой книги, ты понимаешь, что когда умрет, ты в любую семью садишься, и думаешь, ну ебан, и сидишь, ждешь, когда там, кого выключат, вот это страшно, готовы все? Смотрите, встаете, закрываете глаза, вдох через нос, выдох через рот, просто дышим глубоко, где холодно, можете вперед сдвинуться, чуть-чуть, стул, вот так, станьте, чтобы за вами был стул, чтобы вы, когда тяжело будет, чтобы вы сели, если что, спасатели забегают, вот это, закрывайте глазки, вдох через нос, выдох через рот, просто дышим глубоко, минут 15 ничего происходить не будет, ни за кем не подглядывайте, ладно? Закрываем глазки, вдох через нос, выдох через рот, просто дышим, до кем не под sums, до кем не за ребра, еще лужа салфетки здесь вдох эти мигрени выплоти уже замуж в ведро передового туда рвина Закрой глазки. Выпускай поплачь. Это что? Выпускай поплачь. Выпускай поплачь. Выпускай поплачь. Ой, дорогая. Руки не имею, да? Сейчас звук отдавал, да? Куда? Слышно? Вот, вон, как вы видите. Это не так. Слышно. Я не знаю. Идиотек.